Всем приветики! Это мой новый тревел-влог, и на этот раз мы едем не куда-то за границу, а едем ко мне на родину, к моим родителям, в Башкирию, в город Туймазы. Поэтому буду вас знакомить со своим родным городом. И интересный момент, что едем мы не вдвоем с Владом, точнее не втроем с Владом и Сержиком, а еще и с нашими друзьями, с Ниной и с Сананом. С Ниной мы дружим с университета уже 11 лет, и вот впервые она едет ко мне в гости. Думаю, будет классно. Ну, скоро вы все увидите. Вещи у нас уже собраны. Сержик собрался быстрее всех. Уже вчера был готов. Мы уже на вокзале. Сержик, кс-кс-кс, вообще пофиг. Он скачет, подружка. Люди, которые впервые едут на поезде, решили в поезд кофе сначала купить. Где? Нин, ты чего? Кофе приложила. Я просто не знала, что с моим ростом 155 сантиметров. Есть опасения. Есть опасения. Тут такие риски. Так, ждали этот день. Мы уже с Владом и едем. Скоро поедем. Мне казнилось, что слово ремонт, это от французского РПС. Смотрите, это реально от французского РПС. Ремонт. Ремонт. Ремонт? Да. Ну смотри-ка. Музыка на кассетах Как у вас впечатление от поезда? Матушка Месси. Музыка на кассетах А вот к этому архаровцу все приходят погладить, посмотреть на него. Музыка на кассетах Тебе нужен будет звук на этом видео? Галина, как пописала? Норм. Твой вопрос выкрепил, просто скажем норм. Итак, мы гуляем в Рязани вдвоем с Ниной, потому что вот эти люди побоялись оставить наше купе. И они стоят вот напротив окошка с нашим купе и охраняют его, смотря в эту сторону. Смотрите, какие они надежные охранники. Смотрите, 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 как они охраняют наше купе. Только они что-то не заметили, что поезд с другой стороны. Как они следят в окно, чтобы никто не зашел в наш купе. Они, наверное, видят отражение в здании. Через него наблюдают за того, чтобы воры думали, что они отвернулись. И значит, можно залезть к нам в купе. Но тут же все-таки технари, у них все сложнее. Дальше бежать из-за всей дурной силы, пока растут крылья. Дальше лететь за малиновым солнцем, пока не вернется, но... Чисто секьюрити. Запах опасный. Камера не передает этот запах. А зря. Ой, блядь. Фу. Закройте. Может, мы не будем открывать? О, блядь. О, ебать. О, ебать. Ну, интересно. Он ему книжку читает. А я бога узнал через твой телефонный номер. Он расскажет о счастье, руками разверзнет море. Я иду за тобой, я вчера чуть во сне не помер. Мы на базе. Батя сейчас нас до дома довезет. Знаете, в чем парадокс? Мы, когда заходили на эту базу, спросили, можно ли здесь купаться. Нам сказали, что можно. Но при этом здесь висит табличка, купаться запрещено. Да, ну, конечно, надо походить. Ты заходишь? Вкусно? Водичка, супер. В нашей команде атлет. Так классно, что вы мои близкие друзья. Все приехали ко мне в гости. Я прям так рада. Только что вы посмотрели очень красивые виды. А теперь коротко о том, какие люди сюда иногда приезжают. Я, конечно, все заблюрила, но, блин, люди приезжают сюда на какие-то свои сексуальные утехи. И это вообще стрёмно. Но можно за собой, наверное, прибрать. Не знаю, по-моему, это вообще зашквар. Кринж. Не знаю, как еще это назвать. Ну, блин, ребят, если вы тут живете, в этом городе, если вам так нравится здесь заниматься любовными делами, почему бы тогда не держать это место в красоте, а не оставлять после себя все принадлежности. Бедные суставы. Когда мы ездили вместе в Сочи и отправились по горам ходить, я была в сандалиях. Но там все-таки были Кавказские горы. А здесь я решила, что достаточно быть в тапочках, но самое главное быть сумкой-багетом. И, например, смотрите, какой эффект на ногах. Всем привет. Расклад такой, что я без микрофона, потому что я выехала для того, чтобы отвезти родителей на работу, а потом поехала заправить кондиционер на машине. И я рассчитывала, что это будет буквально полчаса. Но в итоге оказалось, что нужно еще, ну, короче, делать кое-какой ремонт. И в итоге я иду пешком назад. Сейчас зайду в магазин и потом уже откуда на такси. Поэтому у меня ни микрофона, ни зарядки. Телефон скоро вырубится. Неприятно. Но приятно, что здесь жара, уже с утра 30 градусов. Время только 11 утра. Супер. У нас московские люди в Тюймазах устроили каворкинг. Вот первый человек. Второй не человек. Он просто охраняет вход в каворкинг. И здесь вторая группа. А тут я. А я безработная. Я просто хожу, слоняюсь, прибираюсь. Сейчас буду монтировать видео. У нас такой ветер. Это песня о тебе. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И позади только страх и увечья. А впереди радость и смех. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И позади только страх и увечья. А впереди радость и смех. У нас есть все, чтобы жить вечно. У нас есть все, хватит на всех. И позади только страх и увечья. А впереди радость и смех. Время 6.30 утра. Сегодня третий день, как мы в Туймазаха. Мы едем собирать ягоды. А потом ребята начнут работать по московскому времени. Я просила Влада 15 минут назад снять меня на видео, как я собираю ягоды. Но пока он собирался меня снять, меня ужалила оса или кто-то в губу. Поэтому... Зачем ты снял? А, сать оса. Пошло, б***ь, быстро. Снимай с ним, дорогой. Ну, если бы Влад меня снял вовремя, то тогда у меня было бы красивое видео, как я красиво собираю ягоды. Но я все-таки в лидерах. Я собрала больше всех ягод. А са же она без жала, а пчела с жалом. Что хуже? Ну, жалу вытаскивать надо. Жалу надо вытаскивать. Но все, 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 повезло. Я так счастлива. Я так рада. Я очень рада. Посылаю вам поцелую. Дорого. Дубовые они, конечно, 150 для наших. А где дубовые можно собрать? Ну, надо ехать. Здесь дуба нет. Дубовые они вообще. Расклад такой. Папа набрал веников. Мы на пятерых собрали меньше ведра ягод. И две шишки. Это у вас дома из-под крана вода фильтрованная, трехступенчатая. У нас вот, пожалуйста. Вот так мы приезжаем за водой. Какая тягачка. Я самую большую емкость набираю. Но на самом деле набираю я для видео, а дальше Влад будет держать. Сейчас еще чуть-чуть подержу. Все уже тяжело. Давай, Влад. Влад, бери. Вот это что? Ну, сверунбуй же. Ты что? Нет, просто память короткая. А вот и ягоды, которые мы собрали. Это все, что мы собрали на пятерых. В Москве мы так привыкли к хорошему интернету. А здесь максимальная скорость 6 мегабит. И чтобы ее увеличить, нужно провести оптоволокно, которое нам недоступно. Я хочу вам показать, что нам приготовила мама. Голубцы! Голубцы! Я вооружилась тут аппаратурой, насколько смогла. Правда, микрофон забыла. Три раза возвращалась, чтобы то одно забуду, то другое. Ах, мы будем делать сейчас шашлыки. Я не смогла победить. Я хотела делать шашлыки прямо во дворе, вот здесь. Но папа говорит, ветер сильный, ветер сильный. Опасно, опасно. Ничего не поделать. Ничего не поделать. А еще я сейчас буду поливать, скорее всего. И, кстати, видите, губа у меня уже немножко спала. Ну, не немножко, то есть, а немножко спала, немножко осталось. Городских парней заставили дрова рубить. Это вам не готовые угли купить. У нас почти готовые есть. Что, Санан, мозоли натер? Опасный номер. Сейчас я буду поливать, жду, когда воду подадут. Папа меня предупредил, что поливалка может вылететь. Посмотрим, насколько я везучая сегодня. Я знаю. Вот опасный номер. Там надо сначала разжечься. Миллионы летов с ними сделала. Да. Да. Вас облицкрыли. Ну, все, я пошла поливать. Это мамины цветочки. Тут помидорки. Потом в теплицу пойду огурцы поливать. Это папа поймал или что? Ну, да, на морду. На морду? Смотрите, рачок. Только вы его выпустите обратно. Мы сейчас дамки отдадим. На. Сержик увидел кота, и смотрите, какой у него хвост. На, 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 на. Тамка, ты тоже хочешь пейсти? Да. Ты не уходи, я тоже от полица. Я уже дала. Я только два штучка съел, и у меня как горит. Ну, хайм захоти. Ну, что ты думали, что это хорошо. И уже вообще невозможно. А там еще один в холодильнике же есть. Он просто шашлычный. А-а-а. Сори. Я думала, наоборот, что это лучше. Что это, горшкица? Вкусная? Ммм, реально нормально. Папа тут дыню режет. Вот у нас шашлык из курицы. Луковый хлеб и шашлык из свинины. Домашние огурчики. Домашние помидорчики. Сегодня, кажется, четвертый день, как мы в Гашкирии. Я отвезла родителей на работу и хочу сейчас прилечь. Еще поспать немножко. Потому что по Москве еще только 7 утра. Два дня было жарко. В тени было 40 градусов. А сегодня вот пошел дождь. Не знаю, насколько он будет активным. Посмотрим. И стало прохладно. И у нашей дамки, наконец-то, хоть одышка закончилась от этой жары. У нас в городе реконструкция. И смотрите, как классно выглядит площадь. Раньше здесь было ничего. А теперь благоустроили. И это выглядит, правда, классно. Но людей почему-то нет. Эх, в моей юности мы бы тут зависали. Татарский драматический театр. Там спектакли на татарском языке. Татарский драматический театр. Да если не буду, это нет. Ты не хочешь, что ли, зайти в тренды молодежи, которым сейчас 15 лет? А что, это тренды? Все говорят бархатные тяги. Ребята до сих пор переживают, что не сыграли свадьбы в тюймазах, потому что не получили фотографию из этого места. И поэтому нужно это все исправить. Но мы все равно... Любим друг друга. Ну что, у нас сейчас будет чайпитие с вафлями, с трубочками. Мам, как думаешь, вкусно? Не знаю, честно говорю. Прям волнуюсь. Мам, почему ты волнуешься? Ну, чтобы вам понравилось. Нам понравится. Мам, очень вкусные вафли. Там повесился человек. Мы пьем чай и смотрим след. Это не след. А, это не след, сори. Это после следа идет. И чищеный семечко. Мы только в подвалке. Только не на фоне чашки с этой шелухой. А я не на фоне. Блин. Будем сейчас пить чай с мелисой и лесными ягодами. Боже, как же это вкусно. Когда забудешь литься именам, Разбираясь по частям, не касаясь дна, Расскажи все птицам, сидя на мосту своим огнем. Рассекая темноту, начиная каждый день среди серых стен. Ты выросла в городе пустых легенд. Ты изо всех сил была готова до конца гореть дотла И согревать сердца. Сегодня я планировала завершать свой Туймазинский влог, Но, по всей видимости, он еще продлится. Завершать я его собиралась, Потому что завтра мы должны были уезжать в Новотроицк, Это Оренбургская область, К бабушке Влада. Но сегодня утром у нас сломалась машина. И мы не знаем, как скоро ее починят. Поэтому я не уверена, что мы уедем завтра. Точнее, вероятность того, что мы уедем, очень маленькая. Так что продолжаем гулять по Туймазам. Например, по нашему двору, смотреть на наш огород. Вот тут капустка растет, например. А вот здесь ежевика. Но мы, правда, уже почти всю спелую съели. Теперь нужно ждать, когда остальная поспит. Тут груша, но в этом году груш не будет. Потому что, когда было цветение, ударил мороз. И все умерло, к сожалению. Я решила дойти до центра пешком, Потому что просто хочется прогуляться. Иду по соседней улице и прохожу мимо почтовых ящиков. Видите? Позади меня синие. Они заброшенные. Но всегда, когда на них смотрю, У меня возникают воспоминания, Как в детстве мне выписывали Журналы. Барби, Принцесса, Дисней, Мурзилка, Газета Незнайка. Я все это обожала. И каждый раз, Ну, я всегда знала, В какие дни должны приходить определенные журналы. И когда я понимала, Что эти дни наступают, Я бежала скорее К почте, Чтобы забрать эти журналы. Иногда прям около почты стояла И перелистывала. Думаю, что же там, что же там. Добегала до дома И начинала их читать. Боже, это такой кайф. Мне очень нравится, Как тут все сделали. Насколько я знаю, Тоймазы выиграли грант. И вот в рамках этого гранта Была реконструкция. Ну, я точно не могу утверждать, Но мне очень нравится, Что так много пешеходной зоны И скамеечек. Это прям такой европейский, Московский вайб. Мы на такси приехали К пункту выдачи Вайлдберрис. Нас подвезли прям в крыльцу, А вот как мы назад будем отсюда выбираться. Мам, ты рада? Ага. Я тоже. Главное, что все в один день Смогли сделать. А то я думала, Завтра что ли в Вайлдберрис? Ну, как бы, Я тоже начала переживать. Ну что, мы идем в местное кафе. Нарядились во все, что было. Нарядились во все, что было из теплого. А из теплого у нас нифига нет, Потому что мы рассчитывали На 40-градусную жару. Вот это моя самая теплая вещь. Лонгслив. Мне кажется, Владу надо завести свой канал. Давай. Блин, салат как будто бы со стейком. Основного, блядь. Какой мягкий. Салат в полю. Коктейль нет? Угу. Ну, как баранина? Ну, рекомендую заказать еду и белугу. Ты теперь у нас опытная в этом будешь, ну. Мне кажется, под наше меню Водка прям самая то, Не коктейльчики. Ну да. Водка не попилась. А так-то это тоже камера заступишь? Время 3 часа ночи. Посмотрите, как красиво. Нин, это мой влог. И кошки орут на дереве. Мы уже восьмой день в Туимазах. И сегодня мы днем пошли в парк аттракционов, потому что сегодня хорошая погода. Сейчас пойдем кататься на колесе обозрения и на вихре. Я одета в свое синее платье из Остина. Изначально была одета в коричневое секси-платье, но как маленькая девочка переоделась, потому что мама сказала, что оно слишком откровенно. Кончилась свинопокара, Свет погас во всем квартале. Ксюшенька и Влад тестируют свою храбрость. Это Ксюша, ей 28 годиков, скоро 29. Это Ксюша, когда катались мы в Сочи на аттракционах, и она молилась Богу и прощалась с жизнью. А сейчас она чувствует себя уверенно. Это Ксюша болтает ножками, которые не достоит до земли. Форточку ворвался воздух, Над балконом светят звезды. Господи, какая красота! Подойди ко мне, Пабли. Реальное ощущение, как с корабля, так немножко. Ну поделитесь, пожалуйста. Супер, людям, которых укачивает, вообще не подойдет. Вообще, да. Вот несчастлив. Ну поначалу еще нормально. А у меня, кстати, ноги за ветки задевали. Не пришлось... А я вижу, что там ветки немножко скошены. Я думаю, о, кажется, длиноногие люди достают до туда. В парке такая классная кофейня. Сейчас я тут буду пить глиссе. Это мой глиссе. В парке одна женщина продает украшения ручной работы из бисера. И мы с Ниной купили себе по колечку. Вот у меня такое колечко. Стоит всего лишь 150 рублей. Есть за 100 рублей. Так что рекомендую вам. А это Нине на кольцо. А вот здесь на площадке у нас была репетиция городского школьного вальса. А потом мы танцевали на площади. Если вселенная бесконечна, действительно, значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня пишет копию песни этой. Если вселенная бесконечна и вправду, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Где-то там, в глуби далеких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия. И не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия. И вселенная действительно бесконечна. Вечный огонь. Место, где мы всегда тусили. И мы приближаемся к моей школе, в которой я проучилась 10 лет. Но ворота, похоже, закрыты. Блин, так жалко, что ворота закрыты. Даже не верится, что уже 11 лет прошло с того момента, как я выпустилась. Офигеть. Выше домов Выходи, идем Дышать огнем Все вокруг горит Эти города Могут нам отдать Все, что возьмет Выбери наряд Пробуй все подряд Мьется внутри Белым птенцом Сила твоя в нем Все готово Все готово Прыгай, не боясь Сила твоя в том Что не могут Что не могут за тебя сказать Сегодня был насыщенный день Мы очень много гуляли Ходили Потом фоткались Потом Вот были в бане И сейчас время Тканевых масочек Sweet dreams Серж пытается выйти на улицу Ой, фу, какой звук Влад с Сананом сейчас поедут за водой Вот такие красавчики Хочу сказать, что эти красавчики Нанесли аромат И все на ранвай О май гад Все эти мазинские мячонки Держитесь Давайте мы вас провожаем Давай, поехали, погнали Дамка в шоке забилась в угол А ты что, сотрите, сотрите Что такое улица Этот человек на улице Вот так свободно не был Последние лет шесть, наверное Так, все, let's go Давайте Пока Ну и что, Сержик? Страшно? Ой, как страшно, наверное Ой, ой, ой Видите эту нерешительность Все, Сержик, давай домой Никакого проплана Тебе на улице никто не даст Когда вас нет дома А вы на работе Я вот на самом деле Командую ребятами Нину заставила мыть полы А потом вам скажу Что это я мыла С утра светило солнышко А сейчас такой ливень Что я даже На крыльцо не выхожу Зато так классно Дождем пахнет Мы сидим и смотрим Натальную карту Вот это ливень Ой, мамочка У нас тут кабачковые оладушки печет О, боже, ну что за ангельский взгляд Посмотрите, я уже один съела Пока все работают А тут еще тесто А тут еще пекутся Ну что за жизнь Ай, зачем в эту Москву уезжать Когда тут живешь на все готовенькое В Москве такого не бывает Чтобы лил сильный Интенсивный ливень Дождь, который просто Закрывал горизонт А потом такое чистое небо Я должна вам сказать Что мой влог Из Туймазов Подходит к своему завершению Он и так затянулся На несколько дней Потому что сегодня мы планируем В ночь ехать в Новотроицк К бабушке Влада Надеюсь, что вам было со мной интересно Надеюсь, что вам понравился наш город И я тут наблюдаю, как летит перышко И встретимся скоро снова Субтитры сделал DimaTorzok